итак доброе утро уважаемые трейдеры доброе утро всем клиентам афорекс сегодня 23 июля и сейчас мы как обычно рассмотрим поведение некоторых валютных пар тенденцию нефти марки бренд а также дадим прогноз на дальнейшее их движение торговая сессия вторника отличилась укрепление в российской валюте пары доллар рубль геополитическая напряженность на юге-востоке украины немного снизилась за счет сотрудничества сепаратистов и международных экспертов после последнего выступления президента сша барака обамы касающейся ситуации на украине сложилось впечатление что вводить новые санкции против россии запад пока не намерен америка не располагает доказательствами причастности рф сбитому лайнеру поэтому предполагается что пассажирский самолет был сбит случайно поддержку рублю продолжает оказывать продажи валюты для оплаты налогов расчеты по которым завершаются 25 июля и дивидендов также помогает рублю возможность увеличения ключевой процентной ставки цб случае сильного усугубления ситуации таким образом пара доллар рубль начала торговую сессию вторника на уровне 35 08 и закрыла торги на уровне 34 97 риск введения санкции со стороны ес обсуждение которых перенесено на четверг а также обвинительные высказывания в адрес кремля касающиеся трагедии с малазийским лайнером снова будут влиять на движение рубля на ближайших торговых сессиях а наиболее вероятность сценарий на сегодня это снижение до уровня 34 70 в торговую сессию вторника цена на нефтяные фьючерсы эталона нефти марки бренд продолжает колебаться под натиском геополитических новостей заявление о непричастности россии к сбитому малазийскому лайнеру сдержали рост фьючерсов очевидно что цены на нефть взлетят если найдутся факты указывающие на обратное израиль продолжает вести обстрел территории сектора газа что вызывает определенные опасения у игроков рынка счет количества жертв от обстрела уже давно пошел на сотни тем временем запад решил смягчить санкции против ирана это значит что страна вновь может экспортировать на рынок определенные объемы нефти участники рынка в ожидании отчета по запасам сырья сша на прошедших торгах цена эталона смеси доходила до уровня в 108 37 долларов за один баррель нефти на прогнозах о сокращении запасов на 2,8 миллиона баррелей открыв торги вторника на уровне 107 67 долларов за один баррель нефти цена сырья марки бренд концу торговой сессии зафиксировалась на уровне 106 89 долларов за один баррель нефти таким образом наиболее вероятность сценарий на сегодня это рост в сторону 108 долларов за один баррель нефти на торгах во вторник евро продолжил падение на отсутствие мотивирующих новостей евро валюта пока остается под давлением после выступления головы европейского центрального банка марио драги комментарии которого дали понять о скором принятии новых мер направленных на количественное смягчение ключевым моментом прошедшей сессии стала публикация ежемесячного индекса потребительских цен сша который впрочем остался без изменений две целых одна десятых процента а вот индекс потребительских цен без учета продовольственных тована товаров и энергоносителей снизился на одну десятых процента и составил одну целых девять десятых процента что может ослабить доллар поддержку американской валюты все же нашла в отчете по продаже существующего жилья индикатор составил две целых шесть десятых процента таким образом во вторник пара евро доллар начала торги на уровне 1.3521 а закрыл сессию на уровне 1.3466 таким образом наиболее вероятный сценарий на сегодня это снижение пары к уровню 1.3430 также хотелось бы отметить что сегодня нас ожидают выход индексов австралии заседание банка англии а также стандартные канады новой зеландии и японии также сегодня мы узнаем сможет ли отчет по уровню доверия потребителей еврозоны который выйдет сегодня стать поддержкой для пары евро доллар ну что же уважаемые трейдеры на этом у меня все я желаю приумножения вашим инвестициям и конечно же удачи iev�� бедро у но